Издательство Эксмо. Дарья Донцова. «Тёмные предки светлой детки». Глава первая. «Если вы купите у нас перчатку на правую руку, то такую же на левую руку получите бесплатно». Я прочитала объявление раза три, прежде чем поняла его смысл, и рассмеялась. Из магазина вышел парень. «Заходите, у нас хороший выбор, и цены приятные». «С чувством юмора у вас тоже порядок. Отметила я. Юноша заулыбался. Кое-кто воспринимает объяву всерьёз. В подобное трудно поверить», сказала я и тут же услышала женский голос. «Вы продавец?» «Да», ответил мой собеседник. Я обернулась и увидела симпатичную девушку в красном брючном костюме. «На левую руку дадите перчатку по моему выбору? Или у вас только какая-то одна модель?» Продолжила она. «Я уставилась на незнакомку, но нет, таких глупышек не встретить. Она шутит. Левая будет соответствовать правой», пообещал торговец. «Супер!» заликовала покупательница и кинулась в лавку. Парень поспешил за ней, на пороге он обернулся и произнёс. «Вы не верили. Вчера одна женщина поинтересовалась. А варежки можно? Если я приобрету две пары, то левую рукавичку дадут в подарок к двум или только к одной?» Тихо хихика, юноша исчез в магазине. Я двинулась к машине, и тут мне на телефон прилетело сообщение от Нины, няни Дунечки, а заодно и нашей домработницы. «Уважаемая Дарья, прошу простить меня за то, что отвлекаю вас. Если вы ещё не ушли из торгового центра, то купите пару пачек, бы не борзой. Марина очень просила». Я задумалась. Нина слишком хорошо воспитана. На днях она сказала нашему мопсу, «Дорогой Хуч, извините, что мешаю вам отдыхать, но мне нужна шаль, на которой вы лежите. Сделайте одолжение, приподнимитесь, я её возьму». Просто согнать собаку Нине в голову никогда не придёт. В придачу к вежливости няня аккуратно до занудства, маниакально чистоплотно, и у неё начисто отсутствует чувство юмора. Когда Нина появилась в нашем доме, члены семьи начали её разыгрывать, но потом забросили это занятие, потому что Нинуша верит в любую чушь, которую ей говорят. И сейчас я в раздумьях. Марина решила подшутить над няней, поэтому попросила отправить хозяйке смс-ку о покупке странной вещи «бня борзая». Или это бня, некий экзотический продукт, о котором жена Дегтярёва, гениальная кулинарка, знает, а я, не способная даже макароны отварить, и не слышала. В конце концов, я позвонила Манюне и услышала «Абонент недоступен». Вздохнув, я пошла в супермаркет и остановила девушку в куртке с эмблемой «Еда для всех». «Скажите, где можно купить нечто под названием «бня борзая»?» Задав вопрос, я подумала, что сотрудница супермаркета или рассмеётся, или решит, что перед ней сумасшедшая, но та ответила «Посмотрите в отделе специй». Я заморгала. «Бня борзая — это приправа?» Сотрудница супермаркета очаровательно улыбнулась. «Да, да, именно так». Испытывая глубокое удивление, я добралась до отдела специй и приуныла. Я очутилась в большом помещении, стены его от пола до потолка были заполнены полками с баночками, пакетиками, коробочками. «И где тут бню борзую искать?» Потом я заметила молодого человека с бейджиком «Виктор, ваш консультант» и кинулась к нему со всех ног. «Бня борзая», повторил паренёк и включил компьютер. «Вам какую?» «Они что, разные?» Изумилась я. «Конечно», впустился в объяснение менеджер. «У них разный способ обжарки. Африканский, турецкий, китайский, вьетнамский». «Какая бня лучше?» уточнила я. «Смотря для чего?» задал свой вопрос собеседник. Это был нокаут. Я понятия не имела, что с приправой собиралась делать Марина и приняла Соломоново решение. «Возьму по одной каждой». «К сожалению, товар для нас новый», приуныл юноша. Я спросила. «И что?» Виктор развёл руками. «В наличии только африканское». «Беру?» воскликнула я. «Бня продаётся в пакете. На развес не идёт. Прекрасно, мне одну штуку», решила я. «В данный момент на складе её нет», заявил парень. «А зачем тогда вы так долго выясняли, что мне надо?» удивилась я. «Лучше бы сразу сказали, что товар отсутствует». «Программа тупая», пожаловался Виктор. «Сначала надо ввести заказ, оформить его, и только потом тебе скажут, есть ли нужный товар». «Не расстраивайтесь, привезём приправу вам на дом». «Отлично», обрадовалась я и тут же усомнилась. «Доставят один пакет?» «Конечно», заверил Виктор. «У нас всё для вас. Закажете пучок укропа? Мы его вам притащим. Давайте адрес». «Посёлок Ложкино», начала я. «Так он тут совсем рядом», обрадовался парень и, увидев, что я достала кошелёк, добавил. «Оплата при получении. Внимательно проверяйте целостность упаковки. Чаевые курьеру не обязательны, но они приветствуются». Восхищённая сервисом, я пошла к машине и услышала писк телефона. Меня разыскивал Собачкин. «Ты где?» спросил он. «В супермаркете», отчиталась я. «Вернусь домой минут через десять». «Давай, не задерживайся», велел приятель. «У нас клиент». Я обрадовалась. «Отличная новость, мы давно сидим без работы». В прекрасном настроении я порысила на парковку. Почему Дегтярёв, который всю жизнь не любил частных сыщиков, стал владельцем детективного агентства, и по какой причине оно носит идиотское название «Тюхплаза», я уже рассказывала и повторяться не хочу. Сообщу лишь, что клиенты к нам не спешат. Александр Михайлович регулярно придумывает всякие рекламные акции, но до сих пор они успеха не принесли. Толстяк постоянно недоволен тем, как идут дела. Я же понимаю, что штат агентства невелик. Нас всего пять человек. Дегтярёв, Собачкин, Кузя, я и эксперт Лёня. Чем занимается последний, понятно. Леонид изучает разные улики, а ещё у него масса знакомых и приятелей во всяких лабораториях и научных центрах. Кузя, компьютерный гений. Мы с Сеней, два полевых агента или оперативника, называйте как хотите. Полковник осуществляет общее руководство и, когда надо, использует свои связи. Ну и каким образом столь малочисленному составу справиться с большим объёмом работы? Я вполне довольна своей службой. А вот Дегтярёв спит и видит многоэтажный офис на территории Кремля. Очередь клиентов, которая пять раз опоясывает мавзолей и змеится до Тверской. Александр Михайлович мечтает руководить самым крупным детективным агентством земного шара. Но пока ему приходится довольствоваться ролью скромного почти деревенского сыщика. Я подъехала к дому и поспешила в гостевой домик. Продолжение следует...